МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году намерены свыше 670 государств. Причем 544 человека намерены усовершенствовать свою квалификацию, а пройти курсы переподготовки – почти 130 госслужащих. На сегодняшний день в городе Кунаев проходит обучение 25 специалистов сферы государственной службы разных уровней, как из сельских округов, так и с различных областных управлений. Программа обучения очень разнообразная и интересная. Она включает в себя тренинги, лекции и работы в группах. По словам обучающихся, полученные знания помогут им в дальнейшей работе. Каждые три года мы проходим такие семинары государственные служащие. Спасибо большое нашему руководству, что оказывают нам такую помощь. Будем надеяться только на лучшее, чтобы узнавать все больше и больше о методике управления человечеством. Основной целью обучения является повышение уровня навыков эффективных коммуникаций государственных служащих при оказании государственных услуг и получении практических знаний. К слову, семинар проводился совместно с областным филиалом Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. В новом областном центре в городе Кунаев у нас совместно с Академией Госуправления по городу Алматы. Сегодня проведено открытие первого семинара этого года в новом областном центре. До конца года планируется обучить около 700 госслужащих нашей области, в том числе повышение квалификации, также переподготовка госслужащих. При обучении мы стараемся развивать такие компетенции, как ответственность, стрессоустойчивость и так далее. На семинар в качестве тренеров приглашены сертифицированные специалисты международного класса. Продлятся занятия три недели. В данном семинаре у нас делается акцент на личность госслужащего, на его компетенции, чтобы он их мог применить в оказании госуслуг. Каких? Они всегда их оказывали, но чтобы они были более эффективными, чтобы услуги оказывались на более качественном уровне, чтобы они подходили к своей профессии, к своей службе более осознанно. И были в команде тех агентов перемен, изменений, которые сейчас формируются в нашем государстве. С новым мышлением, новым подходом. В четырех сельских округах Балхашского района состоялись первые в этом году выборы Акима. Активную гражданскую позицию проявили почти 90% избирателей, придя на избирательные участки в столь важный для района день. Наш корреспондент продолжит. Ахтала – один из сельских округов, где состоялись выборы нового Акима. В небольшом посёлке проживают более двух тысяч жителей. Половина из них обладает правом участия в голосовании. В списке претендентов на роль Акима три кандидата. За плечами у каждого из них высшее образование и опыт работы в различных отраслях. К тому же все кандидаты – уроженцы района. А потому с текущими проблемами региона знакомы не понаслышке. «Мы верим, что старые проблемы наконец-то найдут своё решение. У молодого поколения особенный взгляд и подход к делу. Желаю нашему новому Акиму успехов в деятельности». Для жителей, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на избирательные участки, работала выездная избирательная комиссия. Специалисты также посетили и частные товарищества, занимающиеся животноводством на дальних отгонах. «Сегодня очень ответственный день для нашего села. Мы выбираем Акима нашего села. Я думаю, мы выберем очень хорошего кандидата, который будет работать во благо нашего села. 1195 человек. С утра у нас уже больше 100 человек проголосовало. У нас идёт активное голосование наших жителей». По мнению 86% избирателей, достойным на роль Акима Ахдалинского сельского округа, стал Нурбол Нарбаев. Кроме того, были избраны главы посёлков Корой, Коктал и Акколь. В целом, в районе работало 6 избирательных участков. А показатель активности населения в нынешнем голосовании превысил 90%. Более 1 тысячи ветеринаров могут остаться без работы в Алматинской области. А продолжение деятельности районных ветеринарных станций стоит под вопросом. Чтобы получить ответы и решения сложившейся ситуации, руководители учреждений собрались в областном управлении ветеринарией. Подробности выяснял наш корреспондент. Пришедшие на встречу с начальством сотрудники районных ветеринарных станций требуют выплатить им заработную плату. Это 1092 специалиста, работающих на 10 станциях области. По их словам, зарплату им не выдают уже полтора месяца. За выполненную работу наши сотрудники не получили зарплату. У многих есть семьи и кредиты. Всё потому, что антимонопольный комитет говорит, что передаст нашу деятельность в конкурентную среду. Эпизиотические прививки и диагностические работы будут проводиться посредством конкурсов. По этой причине мы собрались сегодня. По словам специалистов отрасли, процесс участия в конкурсе занимает не менее месяца. Аналогичная ситуация была в стране в 2013 году. Тогда госзаказы на контроль популяции бродячих животных разыгрывались через тендер. Из-за сложившейся ситуации и отсутствия должного надзора количество непривитых кошек и собак выросло в разы. Только государственная ветеринарная организация под контролем правоохранительных органов и общественности может гарантировать соблюдение всех норм, считают специалисты. В текущем году не было заключено никакого договора с областным управлением ветеринарии. Нет финансирования. Однако, начиная с марта, мы должны начать работы по профилактике и диагностике заболеваний среди животных. А решения проблемы нет. Если всё это будет проходить через конкурс, процедура займёт 45 дней. Любая задержка может повлиять на возникновение инфекционных заболеваний у животных. Как выяснилось, данный вопрос будет рассматриваться в рамках закона. По словам главы областного управления, с 5 марта 2022 года в закон о госзакупках были внесены изменения, в рамках которых районные ветеринарные станции при наличии заключения антимонопольного органа могут участвовать в конкурсе и заключать контракт только в случае положительного решения. В соответствии с законом о закупках, ветеринарная деятельность в лечении и контроле заболеваний проводится через конкурс. Нами направлены письма с просьбой повторно рассмотреть ходатайство о выдаче заключения антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных работ. Сейчас этот вопрос рассматривается. Руководство управления также направило письмо в Комитет ветеринарного контроля. В настоящее время ведутся переговоры, отмечают в ведомстве. Если этот вопрос будет рассмотрен и мы сможем заключить прямой договор с ветстанцами, то и проблема с финансированием будет решена. Мы просто вынуждены соблюдать требования закона. Немаловажной проблемой также является то, что материально-техническая база ветеринарных станций в регионе не обновлялась уже 10 лет. По словам Нуртаса Киалбекова, их изношенность составляет порядка 76%. Для выхода из ситуации необходимы денежные средства. Соответствующий запрос уже отправлен в Управление экономики Алматинской области. В настоящее время техника и другое оборудование сильно изношены. Необходимо финансирование для обновления базы. Нехватка молодых специалистов в отрасли также является актуальным вопросом, который подняли во время встречи ветеринары. «Молодежь не идет из-за маленьких зарплат и отсутствия условий. Многим нашим сотрудникам уже больше 40 лет. Это очень важный вопрос, требующий решения». Специалисты выразили надежду на своевременное реагирование компетентных органов и министерств, на озвученные ими проблемные вопросы, от которых зависит качество работы ветеринарных станций региона. В Алматинской области стартовал региональный этап Республиканской Олимпиады по общеобразовательным предметам. В нем примут участие 582 школьника со всех районов области. Тестирование участников продлится до 18 февраля на базе областного физико-математического специализированного лицея-интерната имени Шалтая Смагулова. В региональном этапе интеллектуальной олимпиады принимают участие победители районных и городских соревнований. 285 школьников выбрали математическое направление, а другая половина учащихся – общественно-гуманитарные науки. Сегодня они прошли первое тестирование. Буквально на прошлой неделе завершились районные и городские этапы олимпиады. В них участвовали более 6000 учеников. На этой неделе мы будем тестировать отобранных участников. В олимпиаде предусмотрена апелляция. Каждый ученик имеет право подать заявление на пересмотр. Также созданы все условия для честного проведения конкурса. Стоит отметить, в текущем году олимпиада проводится в электронном формате через платформу Елюмата. А сам процесс тестирования можно посмотреть в эфире к прямой трансляции. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности прохождения олимпиады. Кроме того, они минимизируют риски утечки заданий и лоббирования интересов определенных участников, резюмировали преподаватели лицея. Я выбрал физико-математические направления в данной олимпиаде. Мне очень нравятся точные науки, я старательно изучаю их. В прошлом году я тоже принимал участие в тестировании. Дошел до республиканского этапа. Но, к сожалению, занял только второе место. В этом году я основательно подготовился, а потому уверен в своей победе. Церемония награждения победителя состоится 21 февраля в Доме культуры села Узнагаш. Отметим, в награждении примут участие около 300 учащихся средних школ. В центре Алматинской области, городе Кунаев, с начала года жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 4 человека. Для предупреждения подобных случаев, здесь работает более 20 сотрудников патрульной службы полиции. За ходом однодневной работы стражи порядка, охраняющих покой граждан, наблюдал наш корреспондент. Каждое утро в 7.45 у сотрудников взвода патрульной службы управления полиции города Кунаев начинается с традиционного построения. Здесь они получают новые задачи. Именно с них и начинается патрулирование, резюмирует рядовой полицейский Мирей Булатов. Стать правоохранителем и обеспечивать безопасность общества – его детская мечта. А в этом году исполнилось ровно 4 года, как он пришел к заветной цели. Несмотря на относительно небольшой промежуток времени, Мирей уже сумел проявить себя в раскрытии различных преступлений, а также пресек многие правонарушения. Как утверждает страж порядка, главный и, пожалуй, самый важный критерий работы полицейского – оставаться в верном присяге при любых обстоятельствах. Цель нашей работы – это безопасность дорожного движения, охрана общественного порядка, жителей и дорожного движения. Ежедневно на территории города Кунаев 6-7 административных протоколов. Выявляем нарушение правил дорожного движения. Это нарушение правил остановки и стоянки. Водитель управлял транспортными средствами без ремня безопасности. Управление транспортными средствами разговаривал телефоном. Много случаев нарушения правил дорожного движения. По словам стражей порядка, большое количество нарушений правил дорожного движения водители допускают в дневное время. Порой за день составляется около 70 административных протоколов. А с начала года в областном центре произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. По словам правоохранителей, ими применяется ряд профилактических мер. С начала года сотрудниками патрульной полиции было выявлено, составлено около 790 административных протоколов, 5 по статье 608, части 1, то есть езда в состоянии алкогольного опьянения. 2 административных протоколов было выявлено по статье 596, части 3, то есть на выезд на встречную полосу движения. Все данные материалы были направлены в Хунаевский городской суд, и виновные лица были привлечены к административной ответственности. В период времени с 3 по 5 февраля 2023 года на территории города Хунаев было проведено оперативное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Отметим, во взводе патрульной службы управления полиции Хунаева на сегодняшний день служат 23 сотрудника. Все они, ежедневно рискуя собственной жизнью, способствуют предотвращению различных видов преступлений и обеспечивают общественный покой и безопасность на дорогах. В Раимбекском районе прошел чемпионат Алматинской области по лыжным видам спорта. Соревнования по традиции организовали в селе Сарыжас. О том, как они прошли, расскажет наш корреспондент. В региональном чемпионате приняли участие спортсмены со всех районов области. Собралось более 120 человек в возрасте от 18 до 63 лет. Среди них как начинающие спортсмены, так и профессиональные лыжники. В торжественном открытии соревнований принял участие руководитель управления физической культуры и спорта, а также Аким Раимбекского района, пожелавший участникам турнира побед в состязании. Благодаря поддержке Акима области в регионе есть возможность проводить масштабные соревнования по зимним видам спорта. На данный момент в них принимают участие 120 человек. Есть как молодежь, так и пожилые люди. В соответствии с поручением главы государства по развитию массового и сельского спорта, в регионе проводится большое количество подобных состязаний. На первом этапе турнира в одиночном разряде юноши и мужчины соревновались на дистанции в 3 километра, а девушки и женщины – на полтора. Второй этап – командная эстафета. В ней приняли участие группы из четырех человек. Куатбек-Жайрбек представляет село Саржас. В одиночном разряде он показал один из лучших результатов. Я занимаюсь лыжным спортом с восьмого класса. Мой тренер Марат Ерлик. Сегодня было очень непросто. Из-за снегопада трасса показалась сложной. В итоге я пришел вторым. Областное соревнование проводится с целью отбора сильнейших лыжников на чемпионат Республики Казахстан. В целом на территории Алматинского региона создаются все условия для развития зимних видов спорта. Резюмировали организаторы турнира. В селе Акши Ильийского района реконструировали заброшенный спортивный комплекс. В его возрождении помимо местного акимата приняли участие жители села и неравнодушные меценаты. Теперь порядка 2800 детей смогут заниматься спортом и участвовать в спортивных соревнованиях. Открытие нового спортивного комплекса в селе Акши для местного населения стало настоящим праздником. Долгое время в населенном пункте, где проживает более 6000 человек, не было условий для развития спорта среди подрастающего поколения. Теперь здесь вновь откроют двери спортивные кружки и секции, а юным спортсменам более не нужно будет преодолевать десятки километров пути к районному центру. На торжественном открытии комплекса с приветственным словом выступил руководитель областного молодежного ресурсного центра Махсат Кенешев. В рамках специального проекта «Жастар-Жулы» в селе Акши была проведена модернизация здания спортивного комплекса. Его также полностью оснастили всем необходимым спортивным инвентарем. Работы были инициированы для того, чтобы молодежи этого населенного пункта было где заниматься спортом, чтобы она могла свободно посещать различные спортивные кружки у себя по месту жительства. Также мне хотелось бы поздравить сельчан с открытием этого спорткомплекса и пожелать, чтобы в этом селе рождались новые звездные чемпионы, способные защитить честь региона, а также Казахстана на различных турнирах. Спортивный комплекс был построен в 2011 году, однако спустя три года система отопления вышла из строя, и центр был вынужден полностью прекратить деятельность. С тех пор здание было заброшено. В прошлом году из местной казны было выделено около 12 миллионов тенге, что позволило начать долгожданный ремонт. А необходимое оборудование и спортивное снаряжение помогли приобрести местные жители и предприниматели, отметил глава сельского округа. Для всех нас это долгожданное открытие. Это большая радость для всех сельчан. Благодаря местному финансированию мы смогли полностью отремонтировать строение и придать ему былой облик. Теперь здесь и тепло, и есть все условия для занятий спортом. Мы также приобрели необходимые для тренировок оборудования, спортивные снаряды и прочее. Теперь дело за молодежью – становиться чемпионами и прославлять родное село. Открытие спортивного комплекса стало поводом для приглашения известных в стране мастеров спорта из Ильинского района. Среди них шестикратная чемпионка мира по джиу-джитсу Жебек Колумбетова и профессиональный боксер Балауса Буздиман. Они поделились с ребятами секретами своих успехов и провели мастер-класс. Хочу поблагодарить всех за этот спорткомплекс. Надеюсь оправдать надежды и стать чемпионом. Мне нравится заниматься борьбой. Мне очень нравится заниматься спортом. Я рада, что теперь нам есть куда приходить на тренировки. Мне нравится борьба. Я мечтаю стать чемпионом мира. На начальном этапе в комплексе будут работать три спортивные секции. Это бокс, казахшакрес и футбол. Всего в здании одновременно могут тренироваться 300 детей. Для их полноценных тренировок комплекс оборудован современными тренажерами. Кроме того, в будущем ребята смогут обучаться у квалифицированных специалистов, тонкостям владения джиу-джитсу и тооскомалак. Рассказали представители местной администрации. Аделья Кжаркенова, Амина Кудайберген, Бекжан Кинжибай, телеканал ЖИЦУ. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. До следующей встречи в эфире телеканала ЖИЦУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова